МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очное обучение вместе с учениками гимназии 10 мая. Виктор Орбан также сообщил, что когда количество привитых достигнет 3,5 миллионов, то можно будет открыть террасы ресторанов. Я надеюсь, что это произойдет к середине следующей недели, и тогда террасы могут открыться. Мы получим назад кусочек нашей нормальной жизни. И для того, чтобы облегчить участь владельцев ресторанов, плата за пользование террасами будет отменена. Количество новых зараженных сокращается. На прошлой неделе было зарегистрировано 35 тысяч, что на 13 тысяч меньше, чем на предыдущей неделе. Большинство заболевших выявлено в 40-летней возрастной группе, заявила заведующая отделом Национального центра здравоохранения. Агнаш Галгаци обратила внимание на то, что все доступные в Венгрии вакцины эффективны и безопасны, и способствуют тому, чтобы болезнь в случае заражения протекала в легкой форме. В Будапешт прибыла новая партия вакцины. Самолет Госавиации доставил 120 тысяч доз препарата «Спутник» из Москвы. Это уже седьмой рейс, который доставил восточные вакцины. Глава венгерского МИДа в связи с этим отметил, цель в том, чтобы Венгрия стала первой страной в Европе, которая могла бы открыться после эпидемии. За последние сутки полицейские выписали 480 протоколов за нарушение правил ношения маски. Большинство нарушителей не надевали маски в общественных местах. В области Сабльч полицейские закрыли бар на 6 месяцев за продажу напитков на террасе, сообщил подполковник Роберт Киш. Заместитель руководителя Центрального офиса оперативного штаба также напомнил, что домашний карантин можно избежать только с помощью двух негативных тестов ПЦР. Первый можно сдать за границей, а второй нужно сделать в Венгрии. Во многие районы Венгрии вернулась зима. По данным метеослужбы, в мездечке Баконьбелл высота снежного покрова достигла 33 сантиметра. В горах Баконь снег начал идти во вторник утром и шел до ночи. Синоптики ожидают снегопады и в горах Мечек. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания.